По инициативе жителей домов на улице Космонавтов состоялась встреча с депутатами Совета депутатов Люберец. На собрании также присутствовал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Подробности в следующем материале. А можно задать еще вопрос по поводу дороги? На детской площадке яблоку негде упасть. Депутаты Совета депутатов и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий в плотном кольце. Вопрос к представителям власти есть у каждого. Теперь у нас еще вопрос, извечный вопрос. Вот между 23-м, 21-м, ой, 25-м домом, вот эта вот дорога. То есть сюда почему-то стекается во время дождя с Октябрьской, и все стекается к нам через наш двор. Встреча проходит в формате вопрос-ответ, поэтому информация на большинство вопросов граждан предоставляется сразу. «Водоотведение, именно в этом месте, здесь мы, конечно, занимаемся этим и откачиваем воду, и механизируем методом, но мы ждем здесь комплексное благоустройство, здесь уже назрела проблема». «Давайте тогда говоримся точно, чтобы она вошла в программу следующего года, чтобы она была в следующем году. И тогда эту тему учись и как-то, скажем, отвестите воду». Следующий вопрос. Демонтаж ограждений газонов. Жители против, так как вложили немало средств и труда в благоустройство цветников. Владимир Ружицкий пояснил, демонтаж планируется на основании областной программы, принятой с целью избавиться от морально устаревших, пришедших в негодность ограждений. Тут же следующий вопрос. «Там была маленькая детская площадка, она как бы и должна была...» «Взяли, сломали ее зачем-то непонятно. Ее тоже перейсли. «Так, а там что?» «И все, ничего». «Будет площадка в следующем году, скорее всего». «Почему она должна была быть в том году, в этом году? Где наша площадка?» Владимир Ружицкий сразу предлагает решение и дает поручение коммунальщикам. Если у управляющей компании нет возможности оперативно установить новую детскую площадку, то торопиться с демонтажом старой не стоит. В домах проживает много детей. «Мы снимаем что-либо в плане детских площадок, каких-то элементов. Если мы знаем, что мы там через неделю ставим. Если мы не ставим, то лучше не снимать». Александр Андреев проживает в доме номер 25 по улице Космонавтов. У него несколько вопросов. И все они касаются организации движения транспорта. «Построили у нас объездную дорогу, которая выходит на Новогорьевское шоссе. Повесили знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничители высоты, которые через какой-то момент времени исчезли. Знаки висят, пожалуйста, с одной стороны, с другой стороны. Движение грузовых автомобилей запрещено. Грузовые автомобили, так как ограничителей нет, движутся в любом направлении». Вопросов так много, что выстраивается очередь. С жителями, которые не смогли задать вопрос лично, работают волонтеры, которые записывают вопросы и контакты заявителя. Потом бланки будут переданы в администрацию городского округа, руководителям и заместителям профильных управлений, а также депутатам для решения вопросов и подготовки ответов. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.